МОН обновила правила дистанционного обучения, что изменилось. Министерство образования и науки Украины обновило правила дистанционного обучения. С сегодняшнего дня новые условия дистанционного обучения в школах вступили в силу. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования. Отмечается, что дистанционная форма обучения остается исключительно добровольной и требует представления соответствующего заявления о приеме или переводе школьника от родителей. Теперь для обучения по дистанционной форме ученикам не нужно иметь высокий уровень обучения, 10-12 баллов, такую. Возможность имеет любой ученик для реализации индивидуальной образовательной траектории, говорится в сообщении. Технологии дистанционного обучения позволяют продолжать образовательный процесс во время карантина и других чрезвычайных обстоятельств без перевода учащихся на дистанционную форму. При дистанционном обучении обязательно должны учитываться интересы учащихся. Организация образовательного процесса должна обеспечивать регулярную и содержательную взаимодействие учителей с учениками. При дистанционном обучении должны создаваться условия для обеспечения полноценного участия в образовательном процессе лиц ООП с обязательным учетом индивидуальной программы развития. Учебное заведение обеспечивает регулярное отслеживание результатов обучения учащихся, а также при необходимости оказания им поддержки в образовательном процессе. Для учащихся, которые не могут принять участие в синхронном режиме взаимодействия по уважительным причинам, заведение обеспечивает использование других средств коммуникаций, доступных для учеников, телефонной почтовой связи и т.п. Организация образовательного процесса обязательно осуществляется с соблюдением требований по защите персональных данных, а также санитарных правил и норм по формированию расписания учебных занятий, упражнений для глаз и осанки, непрерывной продолжительности учебной деятельности с техническими средствами обучения, времени для выполнения домашних заданий и т.п. При этом отмечается, что организация дистанционного обучения должно осуществляться в пределах рабочего времени преподавателей. Напомним, во вторник кабинет министров утвердил постановление, по которому карантин в Украине продлен до конца 2020 года, а школам рекомендовали уйти на каникулы с 15 октября. При этом по стране местные власти преимущественно не приняли рекомендацию правительства. Каникулы не смещают, либо начинают на несколько дней позже указанной даты.